Доброго дня, уважаемые гостители канала! Ну давайте немножко поработаем с вашими комментариями и упоминаниями. Что тут такого интересного? Значит, Роза Коченюк пишет, недавно попробовала ледяной водой облиться после душа, результат превосходный, ранее практиковала, но немного забросила, забывая набрать воды в ведро. Надо поставить на систему, раз такая польза, спасибо, Петрович. Вы смотрите, там как раз в записках голодающего в детке говорится обливание, чтобы тебе было хорошо. Очень важно вот эту грань почувствовать. Если вы ее не почувствуете, а зарядите на постоянку, мол, надо, мол, хорошо, а на самом деле хорошо вы не чувствуете, то вы тем самым себе навредите. Возникнет сухость, холод в организме, забуляют суставы, затрещат они. Поэтому шкура зашелушится. Очень разумно используйте эту рекомендацию. Здесь если обливаться вот именно ледяной водой, которая постояла зимой, там на балконе, она, знаете, даже ледок появляется, это такая раз, облились ее. Вы должны это сделать очень быстро и сразу же заскочить в теплое помещение, укутаться, чтобы вот вам было действительно хорошо. Если этого не делать, смотрите, это такая обоюдоострая штука. Будьте разумны. В который раз я вас призываю к разумности, но не всегда. Вопрос. Керосином полоскать чистым или разбавлять водой? Я уже написал, на это уже было масса всевозможных ответов, разъяснений. Так, слыша голос Петровича, так и тянет поздороваться, что там поделать. Такая мотивация, спасибо. Я как раз и стараюсь вот в этих вот кратеньких видосах на там 7 декабря, 8 декабря и так далее, постараюсь сделать так, чтобы был своеобразный настрой, чтобы вы встали, включили вот этот видос и вы получили уже заряд. Вы получили заряд позитива, заряд вот этого душевного какого-то подъема и здоровья. Вот это вот очень важно. А дальше уже там пошло на там, как же сказать, по телу там и так далее. Вот. Поэтому вот эти вот кратенькие видео как раз для этого и созданы. Ну и в конце концов там под конец, в конце концов под конец и песенка для того, чтобы как бы настроение приподнялось. Интересный комментарий Натальи Боровик. Доброго здоровья, интересно, значит, и важная рекомендация, хорошо. Когда человек крепкого сложения, там горячий, ему все на пользу. И голод, и холод. А если человек ветер, к тому же с детства подавленный, ему это дается сложнее. Тем не менее, тем не менее, если человек за это берется по-настоящему, знаете, прежде всего выясняет для себя, на что ему обратить внимание, как работать вот с таким своим слабым организмом, ну, например, как Суворов Александр, то все начнет получаться. Опять-таки, важно думать головой, что делать полезного для своего вот именно теперешнего состояния, чтобы оно все увеличилось, увеличилось и увеличилось. Это искусство, которое требует огромных знаний. Я вам рассказываю, рассказываю их. Не открывается сайт с библиотекой. Библиотека удалена. По причинам вот таких вот, вот такой вот ситуации, создавшуюся у мыли. Поэтому было и решено от греха подальше убрать. Тем более, настолько висело, кто ее читал, кто ее читал. А у тебя нет. Значит, на комментарии на записке, детка Порфирь Иванова, сильнейшая информация, ознакомился с ней 15 лет назад от главного инженера компании Теплогаз, который применял ее на себе и выглядел на 10 лет моложе своих лет. Ну, будете заниматься, будете выглядеть моложе своих лет. Как раз я привел вот те механизмы, которые эта система затрагивает. Очень важно понимать, какие механизмы в своем организме вы задействуете для того, чтобы получить тот или иной эффект. Если вы это понимаете, применяйте. Эффект будет... Елена Портынникова очень хорошо заметила. А мне кажется, это опять-таки на детку Порфирь Иванова, а мне кажется, что главное, соблюдай заповеди и делай, что хочешь. Ну, смотрите, соблюдай заповеди и делай, что хочешь. Если вы соблюдаете заповеди, то уже делай, что хочешь, у вас не получится. И человек, когда живет осознанной жизнью, и он, можно так сказать, старается мудрее и мудрее, он же просто понимает, что некоторые вещи, не то, что ему вот хотелось бы сделать, а нельзя. Он просто-напросто, ну, вот обходится без них. Просто-напросто это как-то становится естественным, так сказать, вот состоянием его жизни. Что вот это вот, это просто не надо. Не то, что ты вот это хочешь сделать, а это себе запрещаешь. Нет. Далее пишут, хочешь купаться, купайся. Хочешь, значит, голосовать, голодуй, наверное, голодать, голодуй. Организм сам подскажет. Организм много нам подсказывает, но для того, чтобы понимать вот эти подсказки, требуется довольно-таки большая работа над собой, чтобы она была проделана. Мы ее не слышим, а порой игнорируем. Допустим, надо там выйти, вот организм подсказывает, что ты уже, вот я вот, допустим, посидел, у меня уже задница заболела сидеть, потому что я тут много уже сделал на канале, что надо выйти. А, допустим, хочется там, а я лучше полежу. Поэтому здесь надо, как бы сказать, чтобы было такое разумное принуждение для того, чтобы действительно вот эта вот лень не брала над вами вверх. Что делать в здоровом духе, здоровое тело? В здоровом духе. Здоровое тело. То есть тело благодаря здоровому духу. Если заниматься одним здоровьем, а вот насчет этого я как раз с вами говорю, жизнь должна быть построена так, чтобы занятие здоровьем, это было как само собой разумеющееся, но не давлило над вами. То другие дела некогда будет делать правильно, жизнь пройдет мимо правильно, любить и все со мной пройдет. Любовь утворит чудеса, желаю всем любви. Ну, вот каждый в понятие любовь вкладывает свои какие-то наработки, свое понимание, свое знание, свое отношение. Главное, чтобы вы чувствовали, что вот эти вот наработки, которые вы приобрели, они работают на вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!